Друзья, всем привет, вы на канале Необъяснимая, с вами Дмитрий. Сегодня я, как всегда, покажу вам самые страшные и жуткие видео, которые испугают даже скептиков. Если готовы, тогда погнали. Друзья, конечно же, не забывайте подписаться на мой YouTube-канал, там только эксклюзивный контент, ссылка будет находиться в описании под роликом первой строчкой. Канал Коахонинг Паранормал занимается подборкой и исследованием различных доказательств криптозоологической и сверхъестественной активности. Они исследуют территории на юго-западе Пенсильвании. Их зрители регулярно присылают группе кадры для исследования и оценки. Один из подписчиков, пожелавший остаться неизвестным, прислал фрагмент видео. Снято оно было в октябре 2016 года, а молодой человек говорит, что пришёл домой поздно ночью. Он посидел и выпил с друзьями. Обычно, когда он возвращается домой, на его заднем дворе звучит пение птиц. Но на этот раз его задний двор молчал, обеспокоенный тем, что местный опоссум может копаться во дворе и беспокоить птиц. Молодой человек достал фонарики к камеру, чтобы записать свой обыск. И посмотрите, что он запечатлел. Клип короткий, и поначалу его может быть трудно разглядеть. Но если мы замедлим его и светлим изображение, то вы сможете заметить, что рядом с одним из птичников находится пара светящихся глаз. На самом деле, кажется, что там скрывается серая фигура. Затем он быстро исчезает из поля зрения. Несколько комментаторов клипа воспешили назвать это наблюдение рейком. Однако авторы канала Кима Хунинг Паранормал считают, что это нечто более конкретное. Они считают, что это может быть доказательством существования гусениц Боссвелл Браш Краулер. Говорят, что эти ползуные худощавые гуманоидные существа, которые передвигаются на четвереньках, у них серая кожа с глубоко впавшими глазами, которые светятся в темноте. В сообщениях говорится, что они питаются птицами и другими дикими животными, но, как известно, нападают на охотников в дикой местности. Итак, это печально известный боссвелл Браш Краулер. Или этому есть какое-то другое объяснение? К сожалению, это видео слишком короткое, чтобы судить о том, кто это. Но там определённо что-то есть, но что именно, пока что остаётся для нас загадкой. Следующий короткий клип обязательно вызовет у вас смуту. На ТикТок его загрузил канал Паранормал. Давайте-ка посмотрим. Снова наблюдая за тем, как мужчина завозит поддон с товарами в открытый лифт. Он едва не упускает из виду катастрофическую аварию. По какой-то причине лифт срывается и падает вниз. Некоторые комментаторы назвали это чудом. Как вы могли заметить, мужчина несколько раз входит и выходит из лифта. И по счастливой случайности выходит в тот момент, когда он падает. Неизвестно, как долго падал этот лифт, но я предполагаю, что это было бы достаточно, чтобы причинить ему серьёзные травмы. В том случае, если бы он остался в нём. Так что, к счастью, этот человек жив, здоров и в полной безопасности. Я уверен, что он испытал не более чем ужасный испуг и всё. А следующее видео записал исследователь. У Торва есть паранормальный канал, базирующийся в Теннессе. Он путешествует по Соединённым Штатам в поисках свидетельства загробной жизни, но и других сверхъестественных явлений. В этом эпизоде команда разбила лагерь возле государственного исторического памятника Коришен-Вестеро. Этот район когда-то был домом для утопического культа, известного как Единство Коришен. Клип начинается с того, как Джош, ведущий исследователь, изучает собственность в ночное время. Когда он идёт по плохо освещённой дорожке, он слышит звуки, похожие на то, что кто-то движется поблизости. Вскоре Джош натыкается на одно из самых больших зданий в этом районе. Единство Кориша Было утопической общиной, созданной с Сайрусом Тидом, взявшим имя Кориш, что является оригинальным персидским переводом его имени Сайрус. Оно означает «пастух». Около двухсот членов сформировали сообщество и жили в сателлитных группах по Соединённым Штатам. Секта Флориды была сформирована в 1984 году и управлялась семьёй основными членами женского пола, известными как «Выдающееся Единство». Единство считало, что Земля полая и что мир, в котором мы живём, находится на самом деле на внутренней стороне пола Земли. Кориш изобрел устройство под названием «Ректилинеатор». Честно говоря, не могу без смеха об этом рассказывать. Которое, как он утверждал, измеряло поверхность Земли, но как вогнутую, а не круглую. Пока расследование продолжается, Джош ходит по периметру планетарного суда. Но когда он это делает, на заднем плане можно заметить что-то жуткое. Сначала, может быть, что-либо трудно разглядеть, но если мы включим побольше яркости, то сможем увидеть тёмную фигуру. Посмотрите, она стоит вдалеке. Выглядит как женщина в одежде конца 19 века. Многие зрители считают, что это один из основных членов Кориш-Сити. Возможно, у них была такая сильная духовная привязанность к этому месту, что их духи задерживаются здесь, на месте этого старого культа. Последующее жуткое видео сняли парни из Японии. Они отправились возложить цветы на надгробие, когда произошло что-то очень ужасное. А теперь давайте посмотрим внимательно и сделаем свои выводы. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видео было опубликовано на ютуб-канале Ламия Проджект. И как вы могли заметить, из-за гробницы появилось жуткое бледное лицо. Многие пользователи посчитали, что эта женщина-призрак. Кто-то написал, что это просто бездомная. Я же считаю, что это либо настоящий призрак, либо постановочное, очень качественное видео. Жду ваши мысли в комментариях и оставляю это видео на ваш суд. Друзья, на этом первая часть заканчивается. Вторая часть находится по ссылке в описании. Переходите. Друзья, это была первая часть видео. Вторую часть смотрите по ссылке в описании с самой первой строкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok